Доброй ночи, друзья! Появилась информация из-за океана, и я вас с ней незамедлительно знакомлю. Телеканалы NBC и CNN сообщили о победе в штате Северная Каролина действующего президента Дональда Трампа, СМИ сообщают о подсчете всех бюллетеней. Напомню, штат Северная Каролина входил в список колеблющихся штатов, однако с большой долей вероятности там должен был победить Дональд Трамп, поэтому эта новость должна быть воспринята его сторонниками без излишнего оттенка эйфории. В этом штате у Трампа больше голосов на полтора процента, что в принципе является если несущественным, то вполне приличным разрывом. Напомню, победа в Северной Каролине принесет Трампу 15 голосов выборщиков. Что, впрочем, пока нельзя сказать о 16 голосах выборщиков, положенных за победу в штате Джорджия. Их действующий президент пока опять же по данным СМИ не получает в связи с небольшим отставанием от демократа Байдена, которое составляет 0,3 процента. То есть 49,5 процента у Байдена против 49,2 процента у Трампа. Но чувствую Джорджию Трамп так просто не отдаст, так как в случае поражения цифры будут выглядеть следующим образом. У Байдена будет 306 голосов выборщиков, у Трампа 232 голоса. Сейчас в Джорджии предстоит ручной пересчет, который должен завершиться до 20 ноября. Однако к неудовлетворению сторонников Трампа, вице-губернатор штата Брэд Рофенспергер заявил, что пока не выявлено ничего такого, что имело бы массовый характер, ничего в масштабах более 10 тысяч бюллетеней. Напомню, что отрыв в Джорджии Байдена от Трампа составляет порядка 14 тысяч голосов. В любом случае, необходимо подождать всего неделю, и тогда будет ясно, будет ли Трамп бороться дальше или сосредоточит свои силы для очередной предвыборной гонки за президентство через 4 года. Также прошла информация от РИА Новости об отзыве предвыборным штабом Трампа ИСКО из-за незасчитанных голосов в крупнейшем округе Аризоны Марикопа. Напомню, в Аризоне, по данным СМИ, побеждает с очень незначительным отрывом в 0,3% Джо Байден. На этом мой выпуск подошел к концу, подписывайтесь на мой канал и вы всегда будете в курсе всех главных новостей дня в России и мире. С уважением, Ренат. Продолжение следует...